Друзья, всем привет! С вами Николай, я рад вас приветствовать у себя в гостях. Будет сегодня небольшая распаковочка, покажу монетки, которые ко мне приехали в очередной раз. Какие-то в коллекцию, какие-то на обмен, какие-то в продажу. Тигр Кореи, это не монета, это жетон, но не скажу, что прям популярный, но периодически спрашивают его. Довольно красивые получились тигрята у корейцев. Это монетный двор Комско, если мне память не изменяет. Комско, да, вроде так и звучит. По качеству они хорошие, по дизайну тоже, видите, тут на носу такая штучка, это на капсуле. Иногда капсулы в центре притерты, потому что в тубах они лежат как бы стопочкой. Частенько бывает такое на капсулах, абсолютно без разницы, какого монетного двора. По крайней мере, я такое встречаю часто. Барбадос, пеликан 22 года. Ну, не самая определенная, не самая популярная тема, я имею в виду барбадос. Во-первых, он периодически страдает молочкой. Я достаточно часто сталкивался с молочкой на монетах барбадоса. Капсула, опять-таки, видите, в центре притертая. Ну, есть, есть прям любители флоры пауны, которые берут там, несмотря на какие-то небольшие нюансы по качеству, такие монеты себе в коллекцию для разнообразия. Я не держу такие монеты, но кому-то нравится, и это абсолютно нормально. Так, это у нас золотой орел, вот с такими хищными глазищами. Это самоа вторая монета, я ее много раз показывал. Тут все понятно, все хорошо по качеству. 10 тысяч тираж у нее. Кстати, у пеликана Барбадосского тоже 10 тысяч тиража. Это не пеликан, а буревестник. Прошу прощения, я его все время пеликаном называл, да? Значит, будет пелевестник или буликан, как-нибудь так его будем называть между нами. Это монетка юбилейная, посвященная 125-летию Перцкого монетного двора. В 2024 году это событие свершилось, и трех своих самых популярных зверей они расположили. И четвертого, как кто-то шутил в комментариях, засунули на аверс. Ну, я более политкорректен. Его величество Чарльз или Карл Третий, как кому нравится, так и называйте. На монете вместе с кукобарой, кенгуру и коалой. Монета отчеканена тиражом 150 тысяч штук, если мне не изменяет память. Это русалка камерунская. Монета 22 года, я, кстати, долго ее не мог найти. Сейчас, наконец-то, я себе взял и в коллекцию положу, и на продажу у меня есть парочка таких монет. Симпатичная монетка. Посмотрим, как будет развиваться эта серия. Она неспешно как-то пока развивается. По крайней мере, в 2023 году я монеты не припоминаю. При этом дизайн красивый. Серия освещена всяким тварям непонятным. Неземным, так сказать, волшебным, мифическим и выдуманным славянский бестиарий. Называется серия 10 тысяч штук. Тираж у нее. Это инвестиционка такая классическая. С нового дизайна есть старинная монета классическая, вот с таким вот изображением. Кому интересно, посмотрите. Единственное, что вот эта монета, я первый раз ее взял. Она очкарена эмитентом Святой Елены, островами Святой Елены. А раньше, по-моему, это была не Уэшная монета. Вот, видите, опять-таки в центре капсула тоже потертая. В общем, сейчас это бакс Святой Елены. А раньше, друзья, поправьте меня, пожалуйста, если я не прав. Либо не Уэ, либо таки Лау. Кто-то другой как будто бы ее чеканил. Как будто что-то там они не договорились по цене, по производству. Может быть, сменили эмитенты по таким причинам. Я затрудняюсь ответить. Это как бы только догадки. Это мифы и легенды Великобритании. Бел Вульф. Вот там мужик сражается с этим чудищем, чудовищным. Опять-таки, портрет его величества. Развивается эта серия. Но, к сожалению, Королевский монетный двор Великобритании качеством не радует. Я из его серии вышел, дорогие друзья, вышел. Остались у меня только достопримечательности. Там четыре монеты. Биг Бен, Таурский мост и так далее и тому подобное. Так, а это молочечко на монетах Австралии. То, что, дорогие друзья, встречается. Это не перский, а Королевский монетный двор. Я много раз говорил в своих видео, что такое бывает. Да, такое бывает. К этому надо относиться нормально. Эту монетку я сразу закинул на аукцион. Когда приходит прям откровенно бракованная монетка, я ее выкидываю на аукцион. Она уходит по цене, которая определяет рынок. Кому на это проще закрыть глаза, тот такие монеты себе покупает. Кому-то это прям вау, прям как бельмо. Они не могут терпеть таких монет себе в коллекции. Я, так как имею возможность покупать, я стараюсь подобные монеты себе заменять. В том числе. Я знаю, у меня там брали ювелиры иногда монетки с молочкой. Просто приплавляли их на свои цели. Что-то там с ними делали. Вот Ноев Ковчег. Тоже есть мелкая молочка, вижу по контуру. Это классическая инвестиционная монетка Армении. 500 драм у нее номинал. Это монета 24-го года. Тоже частенько бывает здесь. Для разновидности у меня лежала раньше одна монетка в коллекции. Сейчас, по-моему, я ее... А может и лежит. Давно я не заглядывал в свой альбомчик. Надо будет посмотреть, что там лежит, что не лежит. Мне кажется, не лежит там Ноева Ковчега. Надо будет уточнить. Тоже монеточку закинул на аукцион. Кстати, кому интересно, можете поучаствовать. Она там будет уходить по цене. Условно говоря, спотовый на серебро, скорее всего. Лебядушка австралийская. Очередная монета в серии. Серия тиражом в 25 тысяч штук. И серия не самая, наверное, популярная из пердских. Но, наверное, одна из самых дорогих. Мне кажется, даже дороже Клинохвостого Орла. Ну, приблизительно с ним на равных. На равных с ним приблизительно. Я эту серию держу с первых монет. Мне нравится. Я в целом всех австралийских зверюк держу. А вот ганских леопардов я не держу. Прошлая монета, по-моему, была жуть какая страшная. И первых монет у меня в серии не было. Тем не менее, серия имеет место, имеет право на жизнь. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Как всегда, очень индивидуальная история. Ну, вот этот вроде неплохой получился. Мордаж такой симпатичный. У него довольно строгий, суровый, аккуратный. Все, друзья, заканчиваю. Надеюсь, вам понравилось. Задавайте вопросы, пишите комментарии. Всегда буду рад с вами пообщаться. Всех вам благ. Берегите себя. Пока.